всем привет дорогие друзья сегодня 4 февраля мы гуляем по алане воскресенье и в этом видео вы узнаете возможно то чего вы еще не видели и не знали об алании магазинах и так далее поэтому мы приехали в магазин метро на нашем мопеде вот он наш красавчик и смотрите что мы обнаружили здесь для электромопедов есть станции подзарядки представляете можно взять с собой зарядку и вот сюда вот вставляет заряжать очень много здесь станций подзарядки нас это порадовала потому что мы всегда здесь паркуем свой мопед но еще не подзаряжали поэтому если едете в метро например из мохмут лара то можете взять собой подзарядку и подзарядить магазине пока мы в магазине ваш мопед подзарядится. Вот такую вот станцию подзарядки в мопедах мы видели в первый раз. Надеемся, что и вскоре по всей Алании появятся такие станции в магазинах и на заправках. Ну, а сейчас мы приехали в магазин метро. Покажем вам всякие интересные стучки. В метро продаются кофты мужские всего по 30 лир. Фирма Гатемолу. Кстати, очень классная турецкая фирма. Вот такие вот свитерочки. Всего 30 лир. Джинсы по супер скидке 50 лир. Представляете? Такой хороший цвет. И фирменный, не подделка, настоящий лофт оригиналы. Всего 50 лир. В метро всегда бывают вот такие вот скидки. Здесь товары все оригинальные, не поддельные. Поэтому обязательно приходите в метро. Так, Айхан еще и джинсы взял. Джинсы малый. Ну, берем джинсы. В общем, сегодня в метро большая распродажа по 4 лиры, по 20 куртки, кофты. Мы ничего не планировали покупать. Вот смотрите. Такие вот носочки. Всего 6 лир. И даже брюки, свитера по 20 лир. Куртки, джинсы по 50 лир. Джинсы лофт. Вот тоже 50 лир. Кофты 140. Что? 100% кашемир. Всего 140 лир. В общем, много всего. Приходите в метро. Здесь часто бывают распродажи. По каждой Айхана еще нашла вот такую вот мужскую обувь, ортопедическую. Всего за 55 лир. Выглядит она вот таким вот образом. Кроссовки. Но написано, что она ортопедическая. Есть разные цвета. В общем, не знаю, что это за обувь. Но, если вам нужна ортопедическая, можете также посмотреть. Есть большие размеры. 43, 45 и так далее. Пришли мы сегодня также купить чай. И появились новые виды фруктового чая. Красные фрукты, белый чай, какао, ванилья. И по цене они, представляете, вот эта вот баночка, например, белый шоколад, 70 грамм, 30 лир. В общем, как-то дороговато. Здесь есть также другие чаи. Вот, например, по 5 лир. Не знаю, сколько здесь упаковок. И мы взяли всякие разные вот такие вот фруктовые чаи с апельсином, красные фрукты и так далее. А еще нашли вот такой вот чай. Чай-ти-латте. Не знаем, как его готовить. Я их вам тут смотрел, смотрел. В общем, здесь вот такие вот штучки. И, наверное, просто их разбавлять с водой. Ну, в общем, кто знает, пишите, что это за фрукт. Или для машин лунга. Наверное, все-таки для машин. пришли в рыбный отдел и нашли вот такого вот зверя здесь. Ой, тяжелый. Кто знает, что это за рыба? Пишите. Очень страшно уцешающий. Стоит он 35 кг. Кто знает, что это, пишите в комментариях. как это готовить, мы не знаем. А еще здесь продают вот такую огромную рыбу, называется Леврек. Как вы думаете, на сколько килограмм потянет вот эта рыба? Мне кажется, килограмм пять в ней точно будет. Стоит килограмм 55 литров. А еще мы вам сейчас расскажем, как правильно выбирать рыбу и понять, поймана ли эта рыба в море или выращенная на предприятии. Вот смотрите, если на этикетке написано Авджилык, Авджилык, Агдени, значит, рыба или креветки выловлены в Средиземном море. Вот вы видите? Авджилык. Если написано Етишты Реси, значит, эта рыба выращена на предприятии. Давайте посмотрим здесь. Вот видите, Авджилык, значит, поймана в море. Авджилык, Авджилык, поймана в море. А та рыба, которая выращена, вот, например, лосось норвежский, и вот этот весь лосось, он не выловлен, он выращен на предприятии. Еще здесь есть крабовые палочки, вот, например, 125 грамм стоит 7 лир, 14 лир 250 и мясо краба 500 грамм стоит 30 30 30 лир. И все это дело привезено из Норвегии. Мы уже уезжаем из метро, и, как я вам говорила, если на рыбе написано Авджилык, значит, она поймана, если эти штыри джилик, значит, она искусственно выращена. Поэтому, друзья, всегда спрашивайте, запомните это два слова. Авджилык поймана, эти штыри джилик, значит, выращена искусственно. Ну, а сейчас едем в Аланию. А вот здесь началось строительство нового здания мэрии Алани. Скоро мэрия Алани переезжает из центра в Обу. Мне очень было сложно вывозить слово етиштыри джилик, что значит искусственно выращенное. В общем, я его повторяла, наверное, раз 10-20, чтобы правильно сказать. А сейчас посмотрим, сможет ли Айхан сказать слово искусственно выращенное. искусственно выращенное. Искусственно выращенное. Так искусственно выращенное. Ну, что, сказал хорошо. Но он еще, конечно, он еще потренировался. Поэтому один-один. Бир-бир. Това у. А вот Айхан несет наши вкусняшки. Какой вот это мое. Айхан себе заказал со всеми добавками. А я взяла вот такую вот картошку с капустой, салатом, огурцами и ой, мне сверху кукурузки. В общем, пришли кушать кумпир. на фудкоре в Аланеме очень много всяких кафешек, где можно поесть и пиде. Есть антуни, манты, есть бургер кинг, но зачем он вообще нужен, не знаю, если столько вкусняшек есть турецких. И есть, конечно же, пиде, пицца, всякие разные сладости и так далее. поэтому тоже обязательно приходите и пробуйте все, все пробуйте. А еще есть здесь для детей Playland, где, ну, не только дети, но и взрослые с детьми могут поиграть в различные игры. Есть качели, карусели, можно пострелять из ружья. всякие аттракционы для совсем маленьких. Вот совсем у нас маленький человечек. Айхан, можно на машинке покататься. Формула бир. Кстати, здесь есть для детей вот такая вот еще комната, где, я думаю, что их можно оставить. Можно оставить сходить по магазинам. 30 минут стоит 20 лир, 60 минут стоит 25 лир. В общем, вот так вот весело здесь сегодня. очень-очень шумно. Много детей. На первом этаже продаются всякие разные вкусняшки, сухофрукты, орехи, чаи. Поэтому вы можете тоже приобрести это все в торговом центре Алланиум. Сейчас я вам быстренько покажу, что там есть. Называется байфастык. В общем, вот такая вот здесь вкуснятина продается. Очень много чаев, лукум и, как я уже говорила, очень-очень много разных сухофруктов. На первом этаже в Каррифуре, кстати, продается много разных видов хлеба. Вот если вы скучаете по черному хлебу, можно, например, купить здесь. Цену я не вижу. А, 3 лиры стоит. Есть вот такой черный хлеб. Вот этот черный хлеб стоит 5 лир, 3 лиры, 4 лиры. В общем, много разных видов хлеба. И, конечно же, здесь всякие разные вкусные пирожки и тортики. также делают гёзлемы 5 лир с сыром 6 лир. В общем, разные виды. Еще здесь продается много разных интересных сувениров, которые можно привезти с собой из Турции или просто украсить свой дом. Всякие кружечки, стаканчики, традиционная керамика. ну и, конечно же, лампы. Масло? Масло? Займа? Ну что, мы... В общем, закончился фильм, на улице уже темно. Сейчас потихоньку пойдем домой. Надеемся, что вам понравилось это видео, друзья. чем все. Дизон не забыли. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.